Фаин Гюрна, ну скажите, пожалуйста, как вы начали сниматься в кино? Как началось ваше горе, как вы называете? Вы знаете, мне легче сказать вам, когда мне захотелось сниматься в кино. Это несчастье случилось со мной в 30-х годах. Я была в то время актрисой Камерного театра. Вы знаете, мне там посчастливилось работать с таким прекрасным режиссером, как Таиров. Ну вот я помню, я собрала все фотографии тех ролей, которые я сыграла до этого в периферийных театрах. И отправила множество этих снимков на Мосфильм. Мне думалось, что моя фотогалерея может поразить режиссеров моей способностью к перевоплощению. Я стала с нетерпением ждать множества приглашений. Да, я была наказана за такую мою нескромность. Мой приятель, актер, который в то время снимался в кино, чем вызывал во мне чувство черной зависти, вернул мне мои снимки, сказав, это никому не нужно, так просили вам передать. Ну что же, я подумала, переживу я это, но перестал ходить в кино и возненавидел всех кинодеятелей. Ну вот однажды ко мне подошел приветливый молодой человек, сказав, что он видел меня в спектакле камерного театра в пьесе «Патетическая соната». После чего он загорелся желанием снимать меня во что бы то ни стало. Я кинулся ему на шею с благодарностью, обнимала его. Это был первый фильм чудесного художника Михаила Рома. Большей частью снималась как бы случайно. Звонил режиссер, просил у него сниматься. На мой вопрос, какая роль, он отвечал, да, знаете, роли, собственно, для вас нет. Но мне очень хочется видеть вас в моем фильме. В сценарии у меня есть поп. Если вы согласитесь сниматься, я могу сделать из него попадью. Ну, я ответила ему, что если ему не жаль обратить попа в даму, я согласна, буду сниматься попадьей. Режиссер этот был талантливый, милейший человек Игорь Савченко. Мне вспоминается, как он поставил передо мной клетку с птичками и сказал мне, ну, вот, говорите с ними все, что вам придет в голову, импровизируйте. Ну, я стала обращаться к птичкам со словами, вы, рыбы мои дорогие, все, прыгайте, прыгайте, покою себе не даете. Ну, а что мне оставалось делать, когда режиссеры предлагали мне роли, в которых не было никаких текстов. Я знаю, как вы строго относитесь к своему присутствию в фильме «Подкидыш». Но все-таки я была маленькая, и вокруг все говорили одну и ту же фразу. Мули, не нервируй меня. Ради бога, извините, что я задаю вам этот вопрос, но скажите немножко об этой своей работе. Ну, зачем вы мне напоминаете таких неприятных вещей? Я измучилась этим мулею. Ребята же меня преследовали несколько лет. Вы знаете, во время съемок на улице нас преследовала огромная толпа зевак. Это меня, знаете, это меня очень смущало. И у меня было такое чувство, что будто я мой в бане, куда пришла экскурсия. Представляете мои ощущения? Да, эта роль дала мне популярность, но не принесла творческой радости. Я не считаю для себя эту работу значительной и интересной. Я могла бы сделать гораздо больше, но, к моему огорчению, я редко была в поле зрения сценаристов и режиссеров. А вот зрители этого не понимают, так как во множестве писем они просят меня появляться чаще в новых фильмах, то, что они скучают по мне. И чтобы я больше снималась, точно это от меня зависит.